жизнь и занерзола здравствуйте уважаемые зрители с вами гремлин серж это компания альянса падение лордерона представляете и у нас глава 9 frost morn и насколько мне память не изменяет это последняя глава в этой компании я думаю можем ее начать на следующий день в лагере артиса ты солгал своим людям и предал наемников которые сражались за тебя да что с тобой происходит артис неужели жажда мести настолько затмила твой разум пойми меня мурадин если бы ты видел во что молганус превратил мое королевство темный властелин предсказал твое появление здесь окончится твой путь мальчик во льдах на вершине мира здесь тебя ждет бесславная гибель плохо дело мы окружены у нас еще есть шанс помоги мне добыть frost morn если он и самом деле так хорош как ты рассказывал мы сможем переломить ход боя не нравится мне все это но я обещал идти с тобой до конца капитан я должен оставить лагерь держите оборону до моего возвращения но главная фишка знаете в чем в том что оборону держать придется все таки нам так оборона оборона ладно давайте сделаем так постараемся побыстрее здесь разобраться дает мне силу и если что потом быстро вернемся я думаю ребята там то выстоят хотя как обычно на нас напали как обычно всякие улучшалки нужны утр я тебе вообще-то какой утр артес я тебе вообще-то не включал окей ладно что тут выдали кольцо защиты 3 но мы вообще от защиты отказались конечно ради моих любимых сфер так теперь я действительно зал волка аж боится нас за моего отца шампи глупец ох тут за место ох тут за место ладно мур один давай ты чё стоишь обеи твари на нас топали наш город осаждают талисман здоровья увеличивает запас здоровья а вот эта вещь полезная знаете я даже не знаю что лучше ладно давайте наверное сферы все-таки выкидывать мы отличный план исследование завершена правосудия наш город саждают завершено до хор и вам хор и хватит 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 нет тут ребята справились здесь ребята справляется все мы можем себе позволить идти дальше за честь и отвагу наш город осаждают враги да все не осаждают так все очень 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 плохо да насколько я могу поднять все идем дальше я служу свету о источник магии но толку то мне от этой части отвагу ладно мы уже практически на месте за моего отца за моего отца поздно просить пощады так давайте вердига объем вердига у нас золото не растет вообще мне интересно следование завершено исследование завершено чем они там занимаются нет носят не хватает дерево а дерево кто занимается у нас деревом я не вижу чтобы хоть кто-то а один шкет занимается деревом отлично сразу давайте где что там еще выпало книга ловкости по имя право это свет дает мне силу вот мурадину ничего давать смысла я не вижу я думаю все знают почему так отличный план план то отличный за честь и отвагу но мы уже дошли отличный план за моего отца исследование завершил уже вести отвагу поздно просить пощады вот тут еще вот эта сволочь стоит конечно теперь я действительно давайте ребятки давайте 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 разумеется на нас напали поздно просить пощады отлично отличный план а тут еще вот это сволочь стоит что натаскали там дерево не хватает дерева на нас напали чего так чуваки быстро за деревом я не пойму не понимаю что у меня игра стала вдруг очень медленно и в слоумо просто конечно но как и есть как и есть разумеется отличный план разумеется возвращайтесь назад смертные здесь вы не найдете ничего кроме собственной гибели не думаю что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас думаешь что хочешь но вы не пройдете они получат по заслуке так это все таки страж 10 уровня за честь и отвагу не хватает маны отлично что приказ стреляйте по этим не нужно плане аааа до свидания гном возвращайтесь пока еще не слишком поздно все еще пытаешься защитить свой меч? нет пытаюсь защитить тебя от него смотри мурадин вот оно наше спасение погоди парень здесь на постаменте надпись это предупреждение здесь говорится тот кто поднимет этот меч познает на себе его силу подобно рассекающему плоть клинку будет она терзать его душу я должен был догадаться этот меч проклят давай выбираться отсюда я с радостью приму на себя проклятие если это поможет спасти мою родину оставь его забудь об этом и трубе отступления люди вернутся домой к черту людей я буду мстить и никто не встанет у меня на пути даже ты отступить не здесь am ок i Принц Артес, где Мураддин? Мы больше не можем сдерживать их натиск. Мураддин мертв. Мужатис, капитан. Враг не сможет противостоять мощи Фростморда. Так, заданица выполнена. Ну ладно, возвращаемся сюда. Штурмуют в основном отсюда. Может я вас воскрешу, Малга? Вот. Не хватает дерева. На нас напали. Ну ребята и так уже по 20 таскают. По факту, по факту. Что можно вам сказать по факту? Если углубиться в лор, то что выходит? Как все это выглядит? Оооо. Свет дает мне силу. Как все это получается вообще? Точнее. Не хватает дерева. Там очень злой босса, бог. Вообще как? В мире Азерота все сотворили титаны. Такие великие, могучие существа. Так. Лагерь наемников. Ладно, будем если что пользоваться. Конечно. И вот же. Но беда настигла даже титанов, могучих и бессмертных существ. А скверно начало прорываться сквозь земли. Точнее там астрал, вот это вот их миры, космос. Это просто там вышка на самом деле. И в этом можно разбираться очень долго. Так. Давайте мы будем не торопиться. Будем не торопиться. И вот сначала уничтожим вот этих ребят. Теперь я действительно фал. Вот. В итоге скверно и демоны стали лезть в миры, сотворяемые ими. И вот они выбрали воина Саргераса. Который был отправлен в скверно. Для того, чтобы свергать всех этих злобных тварей. Вот. И бился он по чуть ли не бесконечности с ними. И все было бы хорошо, если бы не одно но. Скверно начало сводить его с ума. Нет, давайте вот это здание уничтожаем сначала. Вот. Скверно начало сводить его с ума. Так, кони, разбирайся с мясником. И в итоге наш Саргераса поехал кукухой окончательно. И вместо того, чтобы... Разумеется. Не нужно кланяться. Продолжать сражаться. Он решил, что... Самоеваться. Главное. Это уничтожить все то, что создают Титаны. И в итоге он возглавил Легион. И повел демонов уничтожать мир за миром. Там много еще нюансов там и так далее. Но картина в чем. Он не раз и не два пытался проникнуть в наш мир. Не успел. Проникнуть в наш мир, но ему не удавалось. И вот он столкнулся с такой вещью. И типа создал величайшие доспехи. В том числе и этот меч. И если мне память не изменяет, лорд там, поверьте, очень большой. И изучал я его очень давно. Все это орудия Фростморны потом и еще впоследствии кое-что найдем. Все это... Изделия Саргераса, так называемого. Они сводят с ума и созданы именно для того, чтобы люди, носящие их, становились слугами Саргераса в этом мире. А потом открывали путь. Вот, как-то так это примерно получается. Почему все защищали от этого меча. Ну а с Артесом, с Артесом все и так понятно. Благими намерениями выложена дорога в ад. Нет, давайте все-таки обесточим их от золота. Блин. Он еще как-то выжил. Этот. Апа! Не добежим, не добежим. Ладно. Втроем выносим, выносим эти... Нет, давайте все-таки вот эту дрянь. Давайте найдем, где тут можно воскресить. Вот, сразу троих. Ладно, поехали, поехали, поехали уничтожать эту башню. А то она нам больше всего проблем создает. Конечно. Вот. Это если так в двух словах получается. Но об этом мы подробнее... Нет, если так разбираться, все это было задолго. Там оно сводило с ума. Всех и вся. Там Медив, вот этот пророк, с которым мы столкнулись. Он тоже соприкоснулся со всем этим. В общем, все очень плохо. Все чертовски плохо. Ну ладно, мы уничтожили этот лагерь. И мы можем быть этим довольны. Сейчас вот оставшихся добьем. Сейчас оставшихся добьем. Разумеется. Так, пришлось немножечко прерваться, извините. Но тут толком ничего и не случилось. Мы просто потихонечку вырезаем этот фиолетовый лагерь нежития. Ну там нас осаждает еще, конечно же. Но это тоже не критично. Видите, уже все. Так, я... О, они уже тысячу древесины сделали. Так что сейчас... Вот это... И вот это сделаем. Все отлично. Просто на самом деле серия может затянуться, если так. За нас напали. Сообщите задание. Не нужно кланяться. Они получат по заслугам. Ну все, мы победили этот лагерь. Ой, вертолетик умер. Ну, в принципе, бесполезные существа. Отвлекаешься, Артас. Отвлекаешься. В общем, такая вот фигня. Если в двух словах. Но, если честно, из меня рассказчик и информатор тот еще. Вот, обещай бы все это проходил бы. Он бы вам полностью изучил бы. Все и вся, всю подноготную. Весь лор. Хотя там... Даже до эпохи игр. То есть, даже до начала первой части. Там фигово туча всего произошло. Куча предательств. Что еще можем мы изучить? Нет, 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 нет. Это, в принципе, трата времени. Давайте уже себе армию. Попадает золото. С золотом теперь проблемы, да? Чего? Хорошо. Иди золото таскай. Ты иди золото таскай. Я пошел. Так, что там вы? Ну, в принципе, ребята держатся. Я получу сейчас по заслуга. Ну, ладно, давайте вот эти зекураты уж оставим. Они все равно бесполезные. Нет, давайте все-таки вот сюда сходим. Тут вот, видите, может что-то стоять. Не зря же они здесь. А хотя мы могли здесь просто их так вот обойти. По прямой. И поэтому они здесь влепили стражевую башню. Ладно. Возвращаемся на развилку вот сюда. Исследование завершено. Исследование завершено. Это хорошо. Так, вот все. Мы укрепились полностью. Все идеально. Теперь. Не хватает золота. Ну, ребят, вы меня расстраиваете по факту. Давайте еще двоих на золото. Я служу свету. Хотя, если мы так разобрались с одним лагерем, может и с другим все получится. Вот и этих ребят возьмем. Они теперь не нужны. Не так быстро, котик. Вот сюда идут. Почему нет? Кого тут еще можно мобилизовать? Исследование завершено. Вот всадник сюда идет. Да будет так. Грифон. Ладно, на среднем уровне сложности все это не так эпично, как могло бы быть. Вот. Ну и вот этим отрядом давай... Сейчас Грифон долетит. Где ты там только? Наша пташка. Давайте уж Грифона тогда тоже улучшим. Вот. И пошлите вот этими ребятами бить задницей плохой нежити. Жалкий глупец. За моего отца. Так. Я на шухере. Я на шухере стою. Отличный план. Ведьмы абсолютно бесполезные. Хотя ладно, я их абсолютно не улучшал. Так что так. И что вы тут дали? Духи целители. Ну... Относительно бесполезно. Конечно. То есть у меня просто нет места. Зелье манны тоже не... Хотя ладно, давайте знаете как. Выложим что-нибудь. Некуда класть. Возьмем. Выпьем. Разумеется. И пойдем дальше. Так. Исследование завершено. Так. За честь и отвагу. Конечно. Вот. Отсюда лезут зеленые. Но тут кажется будет... За честь и отвагу. Другой лагерь. Отличный план. Нет. Здесь тоже зеленые. Но здесь микро лагерь такой. Они получат по заслугам. Исследование завершено. Но с другой стороны, знаете, как я уже говорил... За моего отца! Челленджи, сложности. Все это, конечно же, хорошо. Но я в основном именно такой показываю вам игры. Поздно просить пощады. И поэтому... Теперь я действительно... Поэтому, мои уважаемые... Хотите челленджи, хотите сложности... Ну, поиграйте сами, как бы. А то... Вправду, знаете, вот так вот, если подумать... То все эти вот летсплееры начинают вот это вот... Вытеснять... И немного игровую индустрию... Громко, конечно же, сказано. Ну, то есть, по факту. Если бы я не стал бы записывать видеоролики... Вот. То, возможно, я бы так бы дальше бы и сидел бы и смотрел бы себе летсплейчики. За честь и отвагу! Вот так вот, однобоко постигать игры. Кто его знает? Да, конечно же, я понимаю, что там, например, каждому... Начинать записывать свои видео. И так сегмент летсплеерства просто биткомный. Разумеется. За честь и отвагу! Стоит ли нам сюда лезть? Разумеется. Ну, ладно, я занимался тем, что всегда изучал карту полностью. Так что давайте... Отличный план. Может, найдем какие-нибудь приключения на свою задницу. Потому что зеленые, в принципе, лезут очень редко. И, в принципе, там у нас уже есть... Армия. Отличный план. Нет, это, походу, да, вот путь в фиолетовом. А здесь лавка гоблина. И все. Исследование завершено. Я служу свету. А мы до сих пор там еще какие-то исследования изучаем. Ладно, идем бить задницу... Морганусу. Морганусу. Так. Зато вот походили, манны восстановили нашему Артесу. Так, но серия будет... Ну, хотя относительно длинной. В 40 минут, я думаю, уложимся. По факту, как я вам уже показал, механика с... С улучшениями, ну, уж хороша. Ну, вот, ну, вправду же... Хороша. Где враг? Самоеваться! Теперь я действительно сам. Самоеваться! Поздно просить пощады. Конечно. А Грифона отпустите, пожалуйста. Ну, то есть, мы... Эффективные. Мы эффективные воины. Так, давайте даже... Блин. Как-то медленно игра стала играться. Мне это не очень-то нравится. Теперь я действительно сам. Почему я сейчас уничтожаю, как бы, зигураты, которые... Незащитные. То есть, нет вот этого кристаллового. Ну, потому что сейчас они возьмут, начнут усложнять жизнь. И в итоге сделают их защитными. Отличный план. Так, ребята, с Гаргулей разбирайтесь, пожалуйста. Не нужно спать. Где враг? Разумеется. Ой, ой, ой. Сносим, 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 сносим. Вроде зеленый лагерь будет еще и не совсем большой. По факту. И по факту мне, походу, опять отключаться. Так. Конечно. Блин, дракон. Вообще нужно врываться сюда вот. И хотя бы эффективно все делать. Самоеваться. Все не очень-то эффективно. Положись на меня. Ладно, Грифон там веселится. И я служу свету. Конечно. Грифон там веселится. Так. Твоё имя про вас. Давайте, ребят, эффективнее. Шуточек побольше. Ваша светлость. Бегом в атаку. Единственная моя проблема. А-а-а. Отличный план. Единственная моя проблема. Это в том, что я никаких ракетных войск не взял. Я не взял никаких ракетных войск, которые бы уничтожали бы здание. Эффективно. Отличный план. Замоеваться. Выполнил любой приказ. Так, бегут. Бежит подкрепление. Бежит, бежит, бежит. Свет дает мне силу. Я служу свету. Жалкие глупецы. Давайте хотя бы здание уничтожим. Врываемся, ребята, врываемся. Мы тут проигрываем. Свет дает мне силу. Так, а теперь давайте отвлекаемся на... Замоеваться. Орды нежити. Не нужно кланяться. Так. Ну, сейчас-то я думаю, они вырежут, вырежут, вырежут. Разумеется. Грифон, на помощь. Свет дает мне силу. Конь, извини. Я служу свету. Ладно, Арт исключает хардмод. Не нужно кланяться. Что прикажет? По имя правосудия. Так, ну мы знатно их потрепали, все равно, я могу сказать. Потому что... Покачано. Так. Где у нас взрывателя? Где у нас взрывателя? Вот. Грифоны оправдали себя. Так, ты. Двух целить. Не хватает золота. По имя правосудия. Грифон, живи. Не нужно кланяться. Артес. Ты очень неэффективный. Не нужно кланяться. А пауков у них больше нету. И сейчас наш... Положись на меня. Свет дает мне силу. Само его отца. Ладно, Артус у нас чертовски силен. Теперь я действительно зол. Орудие к войне. Конечно. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Ждем приказаний. Они получат по заслугам. Пока там Артес у нас восстанавливается. Сейчас тут еще армия немножечко наберется. Хотя мне кажется, наш Артес сам справится. Жду приказаний. Ну давай, парень. Я верю в тебя. Не, он справится. Он, ребят, справится. Потому что сейчас по КД уже... Отличный парень. Вот, дальше идем. Вот это уничтожаем. Я не знаю, зачем мне уже армию вести. Ну ладно. Погнали. По имя правосудия. Разумеется. Они получат послуждают враги. Кто тут? К бою как чем могу помочь? Горемытия. Да будет так. Свет дает мне силу. Ладно, мы доколупаем лагерь Артесом, я думаю. А там уже и ребята бегут. Хотя реально мы могли бы это сделать. Потому что вы сами видите, наш Артес просто непобедим стал. Показал, что тут кто-то из моих стоит. Нет, это просто... Свет дает мне силу. Самоего отца! Добей вот этого. У них там, в принципе, больше... ...войск-то и не осталось. Приказывайте. Где враг? Да, мой друг. На что жалуетесь? Жду приказаний. Вы давайте вот это здание уничтожайте. Свет дает мне силу. Артес, отвлекаешься. Ой, а там внизу еще целый лагерь. Кто-нибудь ранен? Да! На что жалуетесь? Приступаем. На помощь! На помощь! На помощь! Своё имя правосудие. Сейчас артес их обесточить. Ребята, вы абсолютно неэффективны. Прикажете открыть огонь? На что жалуетесь? А, они там все с горгулями. Свет, степелит тебя! Укажите цель! Да, милорд. Ох, какой вы ближний путь выбрали. Ну ладно, ребята все равно справляются. Конь, а-то... Ну что ж, приказывайте. Где врагами? Они получат по заслугам. На что жалуетесь? Конечно же, медленнее получилось, чем если бы мы бы... Укажите цель. Дайте цель. Иду. Прикажете открыть огонь? Ладно, маг там справляется. Артес развлекается сам уже. А тут уже и эти ребята подошли. Ребята, ну вы и бестолычи. Один и... Приказывайте. Смертим! Знаете что? Сваливая оттуда, машина самоходная. Артес. Ну чуть-чуть осталось, давай. На что жалуетесь? Свет дает мне силу. Ну в принципе, мне кажется, сейчас вот этот драконий лагерь уничтожится и все. Потому что это жертвенник. Бесполезная достаточно постройка у нежити. Все, задание выполнено. Одним Артусом всемогущим. Так ты все-таки решил заплатить за этот меч жизнями своих друзей. Как и предсказывал темный властелин. Ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганус. Теперь я слышу только голос моего меча. Ты слышишь голос темного властелина? Он говорит с тобой через этот меч? Что он сказал тебе, юный принц? Что сказал тебе, повелитель тьмы? Вот, Саргерас сражался вот с такими ребятами. А потом он их пленил в основном. Он не мог. А потом взял их, всех освободил из тюрьмы, созданных для демонов. И направил в свою армию. И они стали такими великими прислужниками. Ну а сейчас достаточно грустный момент. Помнится, в детстве меня это прям растрогало. После того, как месть свершилась, принц Артес побрел в одиночестве сквозь снежную пустыню Нортренда. Измученный таинственным шепотом Фрастморна, Артес утратил остатки разума. Теперь, движимый темной волей меча, Артес планирует вернуться в родные земли Лордерона и потребовать свою награду. По факту, наш Артес, он максималист. И он во всем видел только либо черное, либо белое. И в итоге это его очень сильно свело. С ума. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А, сын мой. Тебе больше не придется страдать ради своего народа. И нести бремя этой короны. И я позабочусь обо всем. Что это? Сын мой Что ты делаешь? Я становлюсь королем Отец Это королевство будет уничтожено И на его обломках возникнет новый порядок, который станет основой мира Оооо, это было эпично Как я уже, знаете, говорил, что Нет, наверное, я этого не говорил Но первый и второй Warcraft Он был более, знаете, такой Массовый Там были стороны, люди, орки и все тому подобное А главная война Вела их Вот А Третий Warcraft стал Более персонализированным Стали появляться герои И сейчас мы С вами лицезрели становление Одного из культовых и главных злодеев Но об этом мы узнаем чуть-чуть попозже Потому что у нас Я сказал окей У нас компания нежити Путь проклятых Но все это в следующей серии Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok